Всем привет! Сегодня испечем вкусный и полезный брауни с вишней с мукой из зеленой гречки. Для рецепта я использую цельнозерновую муку из зеленой гречки от наших поставщиков семьи Бесединных из Тверской области. Муку они готовят путем двойного помола цельных ядер гречихи вместе со трубями. Поэтому мука получается полезная, легкая и очень хорошо ведет себя в выпечке. Для рецепта нам понадобится 4 куриных яйца, мука из зеленой гречки, горький кусковой шоколад, сливочное масло, вишня, какао и мед. Все продукты для рецепта можно заказать на сайте Ешь Деревенское. Ссылочки в описании под этим видео. А по промокоду ЕДА действует скидка 500 рублей на первый заказ. Растапливаем сливочное масло с горьким шоколадом. Это можно сделать на водяной бане, на медленном огне в кастрюльке или в микроволновке. Самое главное, чтобы шоколад не свернулся. В выпечке я чаще использую мед вместо сахара, гречишный или окураевый. Для этого рецепта я выбрала окураевый, потому что он имеет более мягкий аромат. Взбиваем 4 яйца с 2-3 столовыми ложками меда или сахара. Соединяем 100 грамм муки из зеленой гречки и 2 столовые ложки какао. Вливаем растопленный шоколад с маслом в яичную смесь и перемешиваем венчиком. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты. Просеиваем муку и какао. Все аккуратно перемешиваем. Тесто получается достаточно жидкое, но плотное. А среди тех, кто посмотрел этот ролик, мы проводим конкурс и разыгрываем сертификат на 2000 рублей на покупки продуктов в магазине Ешь Деревенская. Все, что нужно для участия. Поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и оставить свой комментарий. Желаю удачи! Подготовим ягоды для начинки. Вишню помоем, разрежем пополам, вытащим косточку. Ягоды достаточно сочные, поэтому уберем немножко лишний сок с помощью крахмала. Присыпаем и перемешиваем. Форму смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой и выливаем в нее тесто. Поверх теста выкладываем ягоды и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 25-35 минут. Главное, пирог не передержать в духовке и не пересушить. Серединка должна оставаться мягкой. Даем пирогу остыть, разрезаем на порционные кусочки, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Получается очень вкусный и полезный десерт. Попробуйте приготовить и побалуйте себя и своих близких. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...